Утро 1 марта. Центральный районный суд города Твери. В зал заседания под конвоем проводят подсудимого Эмиля Байрамова. Через несколько минут суд выслушает его последнее слово. В зале близкие родственники Байрамова. От потерпевших адвокат Сергей Хрящев, представитель Виктории Каравашкиной. По делу мне особо нечего больше добавить. По поводу потерпевших я хотел бы еще раз сказать спасибо, что приняли подзаочно мои извинения. И еще раз принести слова соболезнования, также извиниться за то, что совершалось. Больше мне нечего добавить. Выслушав последнее слово подсудимого, суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора назначено на 2 часа дня. Больше года прошло со дня того страшного ДТП у кукольного театра города Твери. В результате столкновения автомобилей Киа Стингер и Фольксваген Поло смертельное ранение получил водитель Фольксвагена Каравашкин. И пострадали 8 пешеходов, ожидающие в тот момент разрешающего сигнал светофора. Напомним, скорость движения Киа на момент аварии составляла 104 км в час. А в организме Байрамова эксперты обнаружили кокаин. В ходе расследования уголовного дела действия Байрамова были квалифицированы по пункту А, части 4, ст. 264 УК РФ по уголовному делу. И с 16 июля 2020 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение по делу и направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый Байрамов ранее судим в 2013 году по части 1, ст. 115 УК РФ, а также в 2014 году по части 2, ст. 213 и пунктом АА, часть 2, ст. 115 УК РФ, в том числе к наказанию в виде реального лишения свободы. Гособвинитель в премиях сторон просил суд назначить Байрамову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Еще в ходе предварительного следствия сторона Байрамова выплатила пострадавшим денежную компенсацию. И вот долгожданное решение суда. Приговор оглашался без малого полтора часа. Вердикт судьи – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Моя доверительница высказала свое мнение в суде. Она сказала, что она, ну прежде всего, да, она обратилась к суду с заявлением о том, что от исковых требований она полностью отказывается. Она также заявила, что она просит суд не назначать Байрамову строгого наказания. Она высказала, что она Байрамову сочувствует, как нормальный человек, да, высказала сочувствие. Также она сказала, что ей очень жаль родителей Байрамова, которые, так сказать, да, ну, сами понимаете, понесли, в общем-то, большой моральный вред. Ни о каком прощении Байрамову Каравашкина не говорила, подчеркнул ее адвокат. Что же касается отказа Каравашкиной от исковых требований. Ей перечислили добровольно в общей сумме миллион шестьсот. В связи с этим она отказалась, да, она вполне возможно посчитала, что эта сумма достаточна. Адвокат, потерпевший, пока не может сказать, будет ли его доверительница подавать апелляционную жалобу. А вот защитник Байрамова заявил категорически, жаловаться будем. Мы следим за ходом событий. Редактор субтитров А.Семкин